Режим усиленного контроля за пассажирами в международном аэропорту установлен две недели назад. Проскочить на борт самолета или наоборот пресечь границу в город с температурой тела выше 37 градусов не удастся никому. Тепловизор сканирует каждого и отправляет данные на специальный компьютер. Пассажир с симптомами даже самого обычного гриппа сразу доставляется в изолятор. Если мы будем сомневаться, мы вызываем скорую помощь, приезжают врачи. Если у них будет подозрение, тогда госпитализируется в городскую инфекционную больницу. Это делается для того, чтобы тот же пассажир улетает за рубежом, чтобы не было никаких проблем с пассажирами в аэропорту пока не зарегистрировано. В городском метрополитене начали проводить дополнительную дезинфекцию вагонов. На всех станциях работают медицинские пункты, в которых имеются акселиновая мазь, жаропонижающие средства и защитные одноразовые маски. А вот на одном из железнодорожных вокзалов главная мера предосторожности – ролик о Минемдите. У нас информация есть на телевизоре, видеоролик, потом объявление есть. Пока шкандайбинский келеп, шкандайбинский келеп, шкандайбинский келеп, шкандайбинский келеп, шкандайбинский келеп. На сегодня только в Алматы обследовано 3600 человек. Менее чем у половины результат отрицательный. 955 еще проходят диагностику. 10 пациентов оказались носителями опасного вируса. Все контактные сейчас проходят антибиотиковую профилактику. Шесть летальных случаев у нас на сегодняшний день связаны с несвоевременным обращением за медицинской помощью. Где-то на восьмые сутки, кто-то на четвертые сутки, кто-то на вторые сутки. Также имеет место быть, особенно по двум детским летальным случаям, консультация, посещение частных медицинских клиник, где не была проведена своевременная диагностика, диагностика с другими инфекционными заболеваниями. Также некачественная недооценка состояния этих детей, к сожалению, привело к тому, что дети поступили в стационар уже практически в шоковом состоянии. И на спасение их жизни оставалось буквально несколько часов. Все погибшие, как пояснили медики, были заражены бактериальной формой штамма А. Это самый агрессивный вид менингита и чаще всего встречается в Африке. В Алматы на сегодня зарегистрировано 48 случаев с подозрением на опасную инфекцию. У 41 пациента диагноз подтвержден, а у семерых анализы все еще на диагностике. По словам врачей, около 500 детей ежедневно обращаются в детскую инфекционную больницу с похожими на менингит симптомами. Создан соответствующий штаб. В инфекционных больницах развернутое достаточное количество коек. В частности, в детской инфекционной больнице у нас 360 коек развернутся. В возрастной инфекционной больнице 190 коек. Дополнительно мы развернули 30 коек детской, городской, клинической больницы. Скорая помощь также работает. Было 177 бригад. В обычные дни сегодня работают 188 бригад. Сейчас в инфекционных больницах лечатся 30 пациентов. Шесть из них дети. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится один ребенок. Острой формой инго-кокковой инфекции.